Ну что, дорогие друзья, мы находимся в Кухани нашей дорогой. А что он бегает? Очень. То есть, чтобы не сказать, что человек умирал, можно сказать, что человек выживал. А до этого... Я повелась, я набрала полную ванную воды. Ужасно было тушь назад. Всем добрый вечер. Вернее, не всем, а мне добрый вечер. У нас вечер даже уже полдвенадцатого ночи. А вам доброе любое время суток. Мы с Мишей приехали на ЖД. Я приехала ей встречать Анютку. Она едет с Киева. Выбрала ехать на поезде. Анютка это человек, проживая с которым определенные моменты жизни, я получила кое-какие уроки. Но об этом я уже поделюсь завтра при свете дня. Сейчас поздно. Люди с дороги просто встречаем, ужинаем, купаются и отдыхать. А вам спасибо, что смотрите видео. Как я давно не была на вокзале. Давно на вокзале не была. Какая-то особая атмосфера тут. Что, надо идти туда, не? Не, он сейчас остановится так, что голова там, а последний вагон тут. Доброе утро утречка. У меня новый день. Что-то мне кажется, я как это. Сейчас на работу еду. Отпущу шуку вне. Вот и буду ждать другую шуку. Отпущу клиентку и буду ждать Анютку с Глебом. Еду чуть пораньше, привести себя в порядок. Чуть-чуть пораньше. Потому что я не выспалась. Потому что мы до двух болтали. И пока уже Миша не сказал, так, народ, два часа. Мы бы еще болтали и не заметили. Да? Да. Скажи свое весомное слово. Я говорю, так, бабы, покойка, детей, баб, покойка, а сам еще работа. Поехала на работу. Запись идет. К нам посмотреть. Идет запись. Ну что, дорогие друзья, мы находимся у Хани нашей дорогой в мастерской красоты. Да. Первый мой сын. Сын мой? Не знаю. Да, привет. Привет. А вот. А следующая буду я. Видите меня в следующий раз узнаваемой незнакомкой. Глеба уже почистили. Ну реально чище лоб стал. Намного. Красный. Ты сам даже... А фотка Ледо? Да. Ты увидишь сам даже. Я тебя могу хоть сейчас сфотать, кстати говоря. Все, Глеб уже отдыхает. А мы в планах у нас после того, как процедура полностью закончится, пойти с Глебом либо кофе попить, либо Макдональдса поесть. Да. У нас такой выбор небольшой. Может на приставках пойдем, поиграем, посмотрим. А может и не поиграем. Может, Глебу надоем? Не, что что? Ну, это что? Что ты поговоришь вообще? Домой скажет, хочу. Что сказать? Я потеряла этот... Ориентацию во времени, я бы сказала. Потому что Глеба сейчас очистку делали. Конечно, переживала за него. Потому что, ну, ему больно. А да ты на чужа. Она почти родная. А сейчас Анютка легла. Буду делать одну процедуру первый раз. И сразу следом за ней себе буду завтра делать. Это пилинг Т35-33. Я постоянно их путаю. В общем, классная штучка. Сфотографировала Анютку до и сфотографирую после. И вставлю в этом влоге фотографии. А потом мы пойдем еще гулять. Как Санки. Она там готовит кушать, курочку жарит. Что Санки мы будем голодные. Пока Аня снимает деньги, я сниму пин-код ее. На камеру. Можно? Да, можно. Это тайно умрет с тобой. Мы никак не доберемся до Оксанки. И теперь уже время. Мы вообще сказали в три. Сейчас, чтобы было понятно, наверное, шесть, да? Шестой час. Честно, я очень боюсь, что, ну, они примут. Да. Да, вот. Смотри, говори, это табличка. Все ушли на базу. Да, я Виталика боюсь. Он скажет, ну, и где вы были? Мы думали, вы не были. А что? Просто самую штучку. За канал поликарпа. Да ну, и при чем здесь? Вот. Но уже как получается. Мы пока скупились, пока побежали, пока прибежали, пока ушли, пришли и пока приедем. Уходим. Быстро. Уходим? Быстро. Ты карточку забрала? Банкомат умный очень. Ой, банкомат. Комат. А сейчас банка очень умный. Он сначала выдает карточку, а потом только деньги. Ну что, не бойся. Ой, мужик бежит, давай. Точно, мужик бежит. Странные люди. А что он бегает? Я не знаю, он уже второй раз бежит. Я первый раз не успела снять. Мы с Аней подумали, что это или какая-то игра, или квест какой-то. За сколько бы ты так сейчас пробежалась? Блин, не за сколько? А я бы за тысячу. Что забрала, прикинь, он круг сделал. Нет, ну это голым торсом, Ханя. Ты что? Нет, ну в купальнике. Да ладно. Купальник? Маски? Прикинь, в маске еще никто не видит. Тысяча, и мы бы с собой в Египет. Круг делаем. Бока отогревать, которые мы промерзли. Проморозили. Михась, как думаешь, за сколько бы пробежался? Ну, за тысячу бы тоже. Да он бы бесплатно бежал ради контента. Миша, а ты за сколько пробежался вот в таком наряде? Да. Ну, пожалуй. За сто баксов. Да? Какой ты дешевый. А если бы на 500, то я бы голубой купил. Я бы без трусов в баске выбрал. Ой, как я продажно дешевый. Вот я подорожим. Ты знаешь, потому что любишь подорожники. Мы уже все дома, мы уже даже с гостей. Аня, конечно, только что сидел. Я засыпала, сейчас пляшет. И мы принесли от Оксанки гостинцы. Здесь манго. Они приехали с Египта. Манго обалденный. Просто обалденный. Столик освободи. А еще здесь фурма с Египта. Давай, столик чистеньким сделать. Колбашку в холодильник. Надо было это сразу, Дэйса, сделать. Удивительно, что на кухне вылты-былды. Ну, когда Виктория держит, они... Лисе, не надо начинать. Как хорошо. Да? Давай, лисеечек, тоже помогай. Быстро стол освободили. Так. Держи. Сейчас я закрою. Вот ты вся. Помню, мама всегда в детстве говорила, что... Мы уже дома. Половина кушает, половина играет. А мы решили... Аня, какую длину? Ну, короче, неживую, да? Неживую, да. Мы решили подспомнить. Блин, сейчас вспомни. Как специально. Только хотела рассказать одну вещь, как я... Ну, чему ты меня научила. А я вспомнила, как я, как Акса нарезала тебе волосы в больницу. Как в тему прям. Поняла, кажется. А какую вещь я тебя научила? А я, короче, когда начинала влог... Спасибо, что не говорите в параллель. Я когда начинала влог, ехала в машине, говорила, едем встречать Анютку. Анютка это человек, который кое-чему меня научил. И я вам скажу попозже, при свете дня, чему. Вот уже свет дня закончился. Анютка уже сегодня уезжает. Уже начался свет вечера. Я все никак не расскажу. Короче, Аня, это... Я ее волю, наверное, с ее 15 или 16 лет. С 15. Да, и вот уже 20 лет, но мы общаемся. 4-5, мы дружим последних. И до этого был период, когда мы тесно общались, когда жили в одном подъезде. Аня на четвертом семье, а мы на первом. О, прям густенькие. Каких 4-5? Мы уже в 6 лет живем. А, да, мы же сколько лет живем? Живем. Живем. И до этого мы еще раздевались. С 12-го года. Да, прям вот тесно. Вот, все, я больше могу, они, видишь, стали прям погуще. Класс, класс. А филировать? Ну, я бы не филировала. Не, не надо. Так вот, у Ани был период, когда она заболела менингитом. Очень сильно. Боже, я как... Меня спрашивают, вы беременны? Мне хочется сказать, нет, я есть люблю по ночам. Чеб, спрашивайте меня об этом почаще. А мне же как с гуся вода, понимаешь? Аня заболела очень сильно менингитом. Очень. То есть, чтобы не сказать, что человек умирал, можно сказать, что человек выживал. А до этого, почему-то я стала про Аню думать, что она такая манерная, выпендрежная. Я такая думала, ну вот откуда у нее это взялось? Я знала там ее маму, была не раз в гостях. А она такая, ну это выражалось так, хатунушка. Хатунушка, да, хатунушка, вот сюда положи. И вот у нее вот так вот все, вот цирлих-манирлих, фу-фу-фу-фу, вот так вот. А потом, когда она заболела, она лежала в больнице, и ну как-то так мы дежурили понемножку там. Я, Оксана по чуть-чуть. И получалось так, что на мое дежурство Аня такая лежит. Хатунушка. Ну, получается, Аня лежит. Это было очень тяжело. Если я найду фотки, я вставлю. То есть, ее постригли очень коротко. Потому что вот такие длинные волосы, густючие, пришлось полностью срезать, потому что они свалялись в колтуны. То есть, кто понимает, что такое менингит и месяц лежания в постели, тот понимает, а дома трое детей на муже. И она лежала, я вот так на раскладушке, она такая, мне так по плечу и так, хатунушка, доброе утро. Это человек в больнице, такая, ну что, хатунушка, давай умываться. Я такая, ну да, так раз, она там зубы чистит, кое-как лежа, плюет в тазик. И такая, хатунушка, давай побреемся, да? И человек в больнице, выживая, лежа две недели в лежачем положении, бреет подмышки. Люди, мы, женщины, не всегда в ходячем положении бреем подмышки. Мы просто их иногда не поднимаем или одеваем в жару водолазку или вот футболку с вот таким рукавом. Это человек, который просто умирая, не выживая, брел подмышки. И я у нее тогда просила прощения, я говорила, блин, Ань, ты не притворяйся, ты такая и есть. Ну, я нормально снимаю? Я говорю, ты такая и есть. Ну, это к тому, что не судите, да не судимы будете. И, ну, люди, они иногда не притворяются, они вот такие и есть, как бы. По-моему, подмышки, потому что, ну, умереть тоже надо красиво, если что, вдруг. Ну, вообще, это был очень сложный год, и слава богу, он за плечи, за позади. Да, кстати, у Геши на странице в Фейсбуке есть видео, ты можешь оттуда вас скачать. О, точно. И там есть фотка, кстати, Новый год, где вы приезжали ко мне. Я тогда весила 43 килограмма. Айсид Вишин, Геша на меня говорит, такая худая со стрижкой. На инвалидной карнашке. А еще был момент, что Аня, как раз, когда ее переводили с палата бокса, то есть, грубо говоря, не реанимационный бокс, в общем, пока Аня лежала месяц с менингитом, ну, может, это кого-то поддержит, понимаете? И пока она лежала месяц, два человека с ее палаты ушли из жизни, а не в другую палату. И, конечно, это было тяжело, и какой-то период, когда поставили между Аней, там палата на два человека, и еще одним человеком ширму, я очень долго, короче, думала, это для Ани, чтобы Аня не видела, как они уходят, или для них скрыли Аню такую всю выздоравливающую. Мы ей приносили снег в тазике, делали снеговика, украшали мишурой. Причем украсим палату мишурой, заходит психолог, психолог зашла, я прям помню, молодцы, девочки, так и надо. Психолог ушла, заходит техничка. Или заведующая. Оксана Николаевна была заведующей от твоего этого. Мы как, что это такое? Сейчас же снять! И мы как будто между двух огней, вроде один сказал так, но это правда, это просто борьба за эмоции была. И как раз попала на мое дежурство, когда Оксана Николаевна, заведующая луганского этого, она сказала, все, переводим Аню в обычную палату. Там не было виной в кук-тук подошли. Она говорит, так, переводим. Говорю, она же не... А ты лежала еще. Да, да, еще. И она говорит, сейчас мы... Ну, чтобы вы понимали, перевод в другую палату выглядит так. Человек лежит на первом этаже, стелится простынь на кровать. На эту простынь перекатывается больной. И я с техничкой должны были за два этих края нести эту простынь на четвертый этаж, не на лифте. И я говорю, так мы же будем нести по лестнице, и она будет спиной биться. Девочки, постарайтесь. И я ее так просила слезно дождаться мужа и Гену, потому что ехали Миша и Гена. И Миша на руках нес. Да, и Миша приехал, и говорю, Миш, пожалуйста, отнеси Анютку на четвертый этаж. И Миша две женщины носил на руках, меня и Анютку. А еще я... И он донес... А, я вспомнила, он донес тебя до палаты, а палата уже на многих. И он тебя поставил и говорит, я же не могу зайти, там женщин много, там человек шесть. Я говорю, да что ты, слушай, я, Аня, на руки... Не помнишь? Ты что, не помнишь? Я тебя на руки взяла и на руках... Миша, ты помнишь? Миша, я тебя на руки беру, а ты говоришь, я же тяжелая. Да что это, Марью, 43 килограмма? Я помню, ты мне на руках в ванну относила. Это в ванну, я тебя в палате, он тебя донес до двери и стал... Миша, понимаешь, там же женщины. Я говорю, и что теперь? Я взяла тебя на руки и понесла тебя прям на руках. А Миша идет, и Ена еще идет, Ханю, ну ты... А я думаю... А Миша, а что ты схватила? Я говорю, я не знаю, Ена, честно, Ена не была, краска. Ена не была, не была, не была. А, да? Ну, короче, не знаю, что, но я Аню взяла на руки и отнесла ее до кровати и прям говорю, все. А потом еще начали думать возле окна, не возле окна, что будет. Ну, короче, вот такая вот ситуация. И после этого мы, конечно, очень как-то... Сблизились. Да, да. Знаете, когда люди говорят, дружба, это так много для меня, я всегда думаю, как бы вот такое понятие, что пока... Ну, дружба, конечно, это хорошо, но иногда мне кажется, что дружба может закончиться там, где начинается судно вынести. Дружба иногда заканчивается там, где деньги начинаются, где интересы детей сталкиваются. То есть вот когда ты прошел сталкивание детей, интересы, дележка территории, испытания деньгами, разница вот этот финансовых возможностей. Когда ты прошел в больнице, вот тогда, да, это уже, наверное, не разорвать, не разломать, и территория уже никак не влияет, ничего. И главное, еще так мы думаем, как все вовремя тогда произошло, потому что потом начался 14-й год, и уже пришлось всем скитаться отдельно год, устраивать свою жизнь по разным городам. Получается, в 13-м году, в 13-м году, в октябре месяце, в октябре, я, получается, меня выписывают, и в 14-м году все начинается. И вы проездили тоже и Львов, и много. Каждый искал свое место, это уже другая история, война, но болезнь, это тоже Аня много может, наверное, рассказать. Я только представляю, мы когда разговаривали, мы старались поддержать, что Аня там мальчиком надо завязать галстук на выпускной, ты должна это сделать. Ну, как-то так. Но то, что чувствовала Аня и переживала, это, конечно, только Аня может сказать. Я думаю, что там тоже, наверное, такая переоценка всего. Когда прощаешь всех, все, ни с кем, никаких счетов, ну, такое, сейчас заплачу. Оксанка, у которой мы сегодня были в гостях, стригла Ане волосы, у нее были колтуны. Аня без сознанки, она в день, когда мы ее пострили, теряла три раза сознание и говорила, ну, это выглядело так, ой, теряет человек сознание, пока не возьмет пункцию, она говорит, стригите мне, стригите, а я вот так вот и плачу, и не могу, говорю, Оксана, дай сюда, хэщ, 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 а я плачу. Это было, было, выглядело так, я же, ну, полусознание, а не, я тебя заплела, ты, и Хатун на мне стрелила, и такая, ну, такая, чик-чик, чик-чик, все, не брешите мне, Ханечка, дай я, ну, Оксана смелее, она так чик-чик срезала, а я стояла, и почему-то я так плакала, как дура, мне почему-то такое в голове было, что это Аня, вот если она срезает волосы, значит, она уже себя не видит живой, красивой, вот она уже ей пофиг, и все, она с волосами срезает как-то вот все, я, ну, не знаю почему, а потом ничего так, и помню еще первую твою ванну спустя месяц, так-то мы вытирали, обтирали, я знаю, как правильно лежачих, что ты их так перекатил, просто ты так гармошечкой сложил, или рулетиком, подкрутил под серединку больного, просто не раскрутил, то есть, есть правила, как поменять постельное у лежачего, все, но первую ванну, помню, она меня уговорила, она говорит, Хатунушка, я себя так, она, Хатунушка, Оксану она бы не уговорила, и Наталку, я уже, Хатунушка, мне так хорошо, ну, это Аня, я повелась, я набрала полную ванну воды, ужасно было то, что закончилась в баке вода, а на дно ты постелила полотенце, конечно, я боялась, что ты соскользнешь, мы постелили полотенце, и в баке закончилась горячая вода, представьте, больница, у Наташи дежурил муж, он все, я уже думала, господи, мужчина может хочет в туалет, но мы все там ночевали, как бы уже там, понимаете, когда человек лежачий, больной, то он становится как-то, как бесполым, то есть, мне Миша говорит, я мог бы за Аней запросто поухаживать, потому что это что-то вот меняется, в отношениях между людьми, и у нас закончилась вода, я воду грела в чайнике, в электро носила, подливала в ванну, думаю, на что я подвязалась, а голову мы намылили, смыть не могли, потом мы тебя достали, как-то уже домывали кое-как. нет, меня домыла, вот именно нагревали чайник водой, нормально домыли, все классно, все хорошо, ты меня выносишь, ложишься, я говорю, ой, Ханечка, мне плохо, я с нас укрой начинаю. А, это было ужасно, короче, да, я потом думала, ты себя корила, блин, зачем мне, зачем я помыла, я лежу, почти мне плохо, очень стало, это чистое, я умею, ну да, уговорить, понимаете, а я понимаю, уговорить помыться, да, но хочется, но я думаю, почему именно в мою, ну, как бы, потому что все, первое было в мое, держу, первое под мышки, блин, скажем так, первое сидение, в туалет именно пойти, я думаю, ну почему, чтобы не, ну, как бы не тресло, именно вот зайти, и закрылась она там, я думаю, первое купание, это все, потому что она уговорить может, все, не болейте, нет, не болейте, не болейте, неправильно говорите, с приставкой, мне написали, она говорит, будьте здоровы, я еще к вам вернусь, у нас вечер, даже уже ночь, 12, даже первый час, мы тут порезали, сколько? 12, не понял, откуда? кто еще не спит, детское время кончилось, ну да, у нас, мы сидим, порезали сырок, вообще, мы с Аней пришли выпить травяного чайку, подтянулся Глеб, ну, Глеб гость, он должен, ему не откажешь, да, пришел, знаем, мы ваши травяные чайки, пришел Михась, мы, Михась, ладно, ты взрослый, Елисей, ну что ж, Елисей там будет, телепаться, садись, Виктория пришла, но Виктории не хватает стула, мы говорим, дочь, ты дитю, иди спать, ну, в общем, вчера стоял Елисей, сегодня Викуся, дочь, ты можешь присесть вот сюда, или придумать что-то, банан, пошевели там смекалкой, подумай, у нас нет костюм, я в чай, на полу сидеть буду, нет, вот сюда, иди, присать, на кошкину сагапалку, тащи, и присать, точно, она сломается, не сломается, тащи, аккуратно, тащи, в общем, мы тут, этот, завершаем гостевание, завтра людям уезжать, в 6 утра, я взорву, ой, Глеба, скупы это называется, он беднёшка, брекеты, он не всё может есть, так не бери ты такую, а то можешь, хочешь, пожуем тебе, А кто конфеты бросил на полке? В общем, вот такие вот дела, весело, когда гости, жалко, когда мало, вообще, чаще у Анютки, я бываю в гостях, так что, приезжайте, спасибо, у вас, на ДВРЗ, живёт моя подписчица, верный зритель, она даже как-то говорила, Алла Кирпиченко, она даже как-то говорила, что она видела Игорёшку, если я не ошибаюсь, да, говорит, мы видели Игорёшку, они на них живут, мы их видели, они гуляют, так что, большое вам привет, со всеми буду прощаться, как всегда, огромное спасибо, что вы заходите на канал, смотрите видео, будьте здоровы, пусть у вас хватит денег, отметить Новый год, и на стол, и на подарки, а дети пусть вам помогают и радуют, что такое, Миш, ты кривляешься, как я не понимаю, что я что-то не так говорю, твой вид говорит, не знаю что, что не так, ну скажи, что не так, я же не буду вставлять, я уже попрошу, принеси царапалку, ляжь спать тогда, да царапалку неси,